Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Лоскович. Хочу предоставить вашему вниманию проект двухкомнатной квартиры, над которым наша компания Гарант Ремонт работала несколько месяцев. Обзор на данную квартиру оснял мой коллега Александр Арабейко. Приятного просмотра! Это у нас кухня. Установлена встроена кухня, фартук. С крупноформатной плиточки сделан плотную, без плинтуса. Это очень актуально сейчас, максимально практично, так как все эти резинки, вставки, они со временем желтеют, забиваются грязью и очень это непрактично. Здесь же протер и все чистенько. Смотрите в видео про фартук, когда же облицовывать. То есть часто вопрос задают, когда облицевать фартук до установки кухни, либо после. Подоконник заменен на часть столешницы. Часто удобно тогда, как столешница заказывается 4-х метровая, бывает 3,50. И остается какой-то участок, его можно использовать в качестве подоконника. На этой стене у нас светильники. Здесь будет установлен стол со стульями. Здесь интересное решение. Сделаны такие 3D деревянные панели. Они будут подсвечиваться светодиодной лентой в этой нише. Изготовлено оно из таких вот маленьких досочек, скрепленных между собой просто клипсами и наклеено на стену. Покрыты маслом. Единственный нюанс с них, так как это дерево имеет расширение, и у нас была проблема, как бы мы, да, облицевали все плотненько. Но потом это все дело расширилось и пришлось ряды подрезать. Уже по факту текущей влажности. Это у нас спальня. Здесь у нас будет расположена кровать. Отделена зона кровати такими колоннами. Слева будет от меня шкаф. Здесь у нас окно со шторами. Для каждого индивидуально предусмотрены для основного света проходные выключатели и индивидуально для брашек. Камень у нас цементный, облицован и затерт. Мы находимся в санузле. Какие моменты при облицовке плиткой у нас надо учесть? При выборе плиточки имитация доски часто укладывают палубно. Но когда раскладывают плитку на фальш-стенки, здесь у нас всегда возникает ревизионный люк, который нужно открывать. Соответственно, при палубной укладке это сделать невозможно. Поэтому учитывайте, при выборе плитки, плитка либо будет лежать таким образом, как у нас по швам, чтобы делать ревизионный люк. Либо будет уже со смещением, но вырезан все равно ревизионный люк и будет у нас дополнительный шов. И с вентилятором, как слышите, он жужжит. На мой взгляд, это не очень актуальное решение, потому что не всегда, допустим, он нужен вентилятор и постоянно, чтобы он жужжал. Поэтому всегда предусматривайте и выключайте, чтобы его можно принудительно было выключить, а не со светом. Сейчас мы находимся в детской комнате. Немножко тут склад, не обращайте внимания. Вот эта стенка черная у нас покрашена специальной краской, как по типу школьной доски. На ней можно рисовать мелом и стирать. Такие интересные обои в ромбик. Пестрые как бы, но свою зиминку придают. Здесь у нас дверь, то есть ниша для двери открывания и фальш-стеночка для скрытого шкафа. Обратите внимание, в шкафах у нас окрашены стены, так как это актуально. Почему? Потому что, поклеив обои по контуру и потом прижав полками обои, тем самым потом обои устареют, вы эти поменяете, а эти вы не сможете заменить, так как они прижаты полками. Соответственно, актуальнее открашивать нишу шкафа. Мы делаем это в белый цвет, экономно. То есть можно пошпаклевать стены под обои хорошенько, то есть без качественную шпаклевку под обои сделать и окрасить стену, и покрыть ее лаком, либо грунтом. Это будет практичнее и чище. Итак, мы находимся в ванной комнате. У нас здесь плиточка однотонная, одна стенка выделена рельефом. Очень важно при облицовке, при наличии рельефной плитки, облицовывается гладкая, потом уже подгоняется ровненько рельефная и потом герметицей. Получаем такое вот красивое примыкание. Только так можно достичь этого результата. Ни в коем случае рельефная потом вкладка, только таким образом. Обязательно ниша, если позволяет место. То есть если у нас остается какое-то место, можно где-то углубиться в штукатурку, можно сделать ванну, допустим, если по росту, допустим, короче, и сделать обязательно нишу. Это очень удобно. Соответственно, не стоит ничего на бортах, все компактно сложено на полочку и не нависают никакие полки, которые часто падают и на них льется вода. Со смесителем, который установлен на рельефной плитке, я делал видео. Посмотрите в подсказках, кому интересно, как установить его на рельефную плиточку. Столешница у нас литой акрил. Глянцевый белый, с резной раковиной. Зеркало, к сожалению, заказчики не хотели вклеивать. Здесь просто навесное. Но тоже очень большое. Здесь у нас фирменная заусовочка и откос из плитки на двери. Не остается ниша. Здесь будет установлена стиральная машина, на ней сушильная машина, сверху водонагреватель и здесь полотенчик сунержа. Потолок натяжной. На ванну от 4-5 метров квадратных обязательно 6 светильников мощностью не менее 8 Вт. Это будет достаточно, чтобы было в ванне светло. Так, это коридор. Также у нас справа сразу при входе будет шкаф скрытый. Также видим открашенную. Потолок натяжной со встроенными светильничками. Часть коридора облицована плиткой. Сделано примыкание ламината с плиткой. Кондиционер. И вход в туалет. Детская спальня. В кухню сделан портал. Без двери. Субтитры подогнал «Симон»